Как думаете, вот эти результаты, которые вы показали, ну, вроде хорошие, а почему изменения в большинстве стран мира и в России были внесены только в отношении результатов исследования «Лидер» и «Эмпера Каутка»? И ФД, и Европейская Ассоциация, и Россия. Но не буду писать стран много, чтобы не терять время. И второй короткий вопрос. Вот эта история доза 300 инвакана, где подчеркивается возможность коррекции постпрандиальной. Вообще, как-то есть какие-то доказательства и перспектив вот именно этой дозировки? Может, с учетом ответа на вопрос, опасна ли постпрандиальная гипергликемия? Все говорят, да, опасна. А вот какое продолжение здесь? В инструкциях, в руководствах ни одна страна, ни одно агентство не внесло на основании результатов. То есть, негативные результаты по поводу ампутации сразу все прореагировали, понимаете? А вот позитивный момент, как-то вот он остался за хрицебортом. И следующее продолжение, почему даже вот эти результаты положительные в отношении соотношения рисков, они не могут быть основанием для изменения клинических рекомендаций? Ну, вот, понимаете, мы живем в абсолютно таком легитимном мире. И именно поэтому, я думаю, что мы обсуждаем вот эту проблему, что действительно вот эта комбинированная точка была показана, что она достоверно снизилась. В отношении других событий мы повторяться не буду, мы говорим о том, что или не снизилась, или не тестировалась. Но в целом, я должен сказать, что это, наверное, нужно решать на экспертных советах. Вносить или не вносить данный препарат опять в те препараты, которые обладают приоритетным назначением у больных с диабетом второго типа, плюс сердечно-сосудистые или почечные причины. Потому что на этих экспертных советах нужно все-таки очень глубоко обсудить, какие факторы могли бы повлиять на эти результаты. Я сказал, перечислил только некоторые позиции, которые мы не можем не отметить. Что касается безопасности, то, конечно, это очень болезненный вопрос. Он влечет за собой огромные потери финансовые, в том числе для компаний. Поэтому, может быть, где-то даже дует на холодную воду, так сказать. А по постпродиальной. Да, прошу прощения. В отношении, я тоже поинтересовался, когда получал материалы для подготовки. Есть ли данные на сегодняшний день о субанализе влияния канаглифазина на точку в зависимости от дозы? Да, 300. Мне сказали, пока этот анализ проводится, еще результаты не получены. Если представители, кто-то есть другое мнение от компании, может меня поправить. Но вот я получил такой ответ, что пока этими данными нерасполагаемо идет, продолжается изучение влияния разных доз, на, в том числе, сердечные, нефрориски и, конечно, показатели гликемии. Спасибо. Спасибо. Самоконтроль. Но вы не сказали ни одного слова про самоуправление. Вот как коротко, если прокомментировать, потому что я именно вас спрашиваю, как человека, который ведет школу, и как бы в ваших руках очень много возможностей на эту тему. Уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые коллеги, самоуправление – это более широкое понятие, чем самоконтроль. К сожалению, не все пациенты владеют самоуправлением. Требуется от пациента очень хорошей организации, потому что, скажем, те рекомендации, которые дает врач не только при проведении самоконтроля, но и, скажем, количество исследований уровня состояния глазного дна, количество посещений врача, они не всегда в нашими больными выполняются. Самоуправление – это мониторинг артериального давления, это биохимические исследования крови, которые должны проводить наши пациенты. То есть это комплексная ситуация. Сейчас мы более детально обсуждали именно самоконтроль гликемии, его преимущества с появлением новых опций, то есть новых глюкометров. Можно еще маленький, короткий? Ольга Михайловна, меня заинтересовал один из последних слайдов, там, где гликированный снизился почти на 0,9%. На 0,7. На 0,7, да. И вот у меня вопрос, за счет чего? Это что, модификация схемотерапии? Значит, это как бы большее внимание на гипогликемии. Вот что за этим стоит? Это вот то, что сказал Александр Сергеевич. То есть пациент более стал управлять собой, управлять своим состоянием. То есть у него появилась свобода. Я хотел спросить, вот схема терапии как-то поменялась? Она не назначена. Ну то есть меня интересует, значит, дозы, там, скажем, препаратов, добавили еще один препарат, еще какой-то… Это были больные только на инсулинотерапии, они увеличили дозу короткого инсулина на 14 единиц, продленного на 3 единицы. То есть на 17 единиц произошло увеличение дозы инсулина. Это, в общем-то, и привело к улучшению компенсации сахарного диабета. То есть они свободно владели методикой самоконтроля, более свободно корректировали дозы инсулина. Они не боялись гипогликемии, они не боялись, может быть, других факторов, которые сдерживали их такую свободу поведения. Ну то есть это то, что может сделать прав Александр Сергеевич, именно непосредственно сам больной. Да. Спасибо. Несколько слов в заключении. Прослушали два доклада, два как бы разных на разные темы. Вот первый, Юрий Шавкадыч, который дополнил наши знания в отношении ингибиторов СГЛТ-2, показал, что это не такая простая история, и что нет абсолютно волшебных препаратов. Но мы находимся на самом деле в начале, в начале очень интересного пути и новых возможностей. И мы уже говорили с вами про различные риски и про то, как может измениться, редко говорю это слово, парадигма управления хроническим заболеванием, каким является сахарный диабет. И действительно, не произнося каких-то громких слов, там новая эра, еще что-нибудь, а реально говоря о раннем, эффективном, долгосрочном, безопасном управлении состоянии. В отношении второго доклада я всегда от Ольги Михайловны хочу чего-то большего. А почему хочу большего? Потому что она тот человек, который ведет в Москве одну из лучших школ. Потому что говорим самоконтроль, самоконтроль сам по себе. Да, здорово, но если я через три месяца приду к врачу, а еще лучше через полгода, да, и покажу результаты, а что это для врача, у которого 12-15 минут времени на прием смотреть трехмесячной давности результаты? О чем тут разговор? Через полгода сделаю гликированный. Я уже потерял полгода, потерял полгода, ничего не сделал хорошего для себя. А для чего мне нужна школа? Для выработки мотивации на самоуправление. Самоуправление. И когда мы, допустим, мы все приводим пример, да, исследование DCCT, да, революция, да, говорим, гликированный меньше семи, но почему-то никогда не говорим, что эти люди от четырех до семи раз контролировали гликемию, делали самоконтроль, и на основании этого осуществляли какие функции? Осуществляли тщательный баланс между поступлением пищи доза инсулина и физической активностью, и не теряли время, а делали это каждый Божий день. Нужно ли это? Да, разные требования к количеству исследований в отношении первого и второго типа, но это абсолютно обязательно необходимо, потому что, когда мы говорим, да, надо померить давление, еще что-то, это тоже принцип, который реализуется через школу. Мультидисциплинарный, это самая такая классная идеология, когда мы будем контролировать все эти параметры. Я когда-то спросил Ольгу Михайловну отношение ее к бригадному подходу, команда, команда Team Approach, потому что в команде ключевая, такая же важная роль, как любого врача, любой специальности, это роль пациента. Он такой же игрок, какую мы бы игру не взяли, он такой же полноценный игрок и несет ответственность за результаты. И если я сниму, снимая функцию самоуправления и как бы не настаиваю, чтобы он пытался хотя бы это сделать, тогда мы теряем колоссальные возможности, потому что он несет такую же... Сейчас мы с вами несем ответственность за результаты. На самом деле ответственность должна быть обоюдная и я должен вам сказать, что масса данных литературы, которые, допустим, говорят, что да, это эффективно и мы к этому должны стремиться. Да, здорово, когда компания сделает цветовую шкалу, а если я не различаю цвета или плохо вижу? Какое это достижение? Есть говорящие глюкометры, Александр Сергеевич. Да, говорящие. Для меня, допустим, музыка, музыка Вагнера, что-то тяжелое, значит, я что-то не так управляю. Поэтому я бы как бы рассматривал любую возможность, Михаил Борисович, подачи сигнала или, наоборот, играл бы Моцарта или что-то, какой-то там подмосковные вечера. Я думаю, что вам было бы лучше итальянскую музыку. Какую-нибудь итальянскую музыку, вы знаете, да, мой вкус, мне нравятся итальянские песни. Вот. А в целом, огромное удовлетворение, очень интересные сообщения. И самое главное, мы с Михаилом Борисовичем обменялись, главное, смотрите, мы не стоим на месте, мы не стоим на месте, мы идем вперед. И любые нюансы, которые у нас есть возможность обсудить, это тоже движение вперед.